Соренто! Слушайте, в новом кузове машина для меня удивительная история. Я стараюсь всегда все честно рассказывать. У нас первая такая машина пришла, и она встала колом, она была партнерская, она стояла месяца два, не продавалась, что для нас вообще катастрофическая какая-то странная ситуация. А потом они пришли с тайкой много разных, более богатые комплектации, разлетелись сразу. И вот пришли два новых. Один это серо-коричневый, есть еще серый, оба с темными салонами. Ну что, как вам новый Соренто чисто визуально? Это новые веяния кияшной внешности, которые не все принимают, но многие тоже считают, что свежо. Так, ныряем внутрь, бесключевой доступ, старт-стоп, черный салон, хороший, плотный такой кожзам, то есть это не будет быстро тереться. Я бы сказала, что я даже не знаю, что надо делать, чтобы его протереть. Причем комплектация, почему я говорю, хорошая? Здесь и подогрев, и вентиляция сиденья, подогрев руля, адаптивный круиз-контроль полностью со всеми ассистентами есть. Камера 360, вот, она хорошая, прям хорошего качества. Но мы только что такую камеру показывали у Sportage, Kia Sportage. Так, вот, вид вперед, вид назад, просто чтобы вы понимали. Парковка не для инвалидов, друзья мои, видите, знаки уже подстерлись, знак отсюда убрали давным-давно. Парковку для людей с ограниченными возможностями перенесли в другое, более удобное место. Дальше, здесь электропакет полный, и сиденья здесь тоже электрические, вот они с памятью на двух человек. Так, здесь у нас обогрев лобового стекла, класс, он полноценный, с сеточкой, прям по всей площади, отлично. Багажник тоже электрический, выбор режимов движения, блокировочка электронная, конечно. Подогрев руля и ассистент спуска с горы. Автохолд с шайбой переключается, как видите здесь, селектор КПП. И далее, по-моему, должен быть обогрев. Да, задний диван тоже с обогревом. Панорама здоровая, все удобно, сиденья раскладываются где-то 60 на 40, подлокотник тоже есть. И сама машина 7-местная. Спасибо, кстати, очень.